Современные технологии постепенно вошли в нашу жизнь. Оплачивать государственные услуги можно, не выходя из дома. С друзьями и родственниками по всему миру общаться по видеосвязи гораздо дешевле, чем звонить по телефону. Интересные новости, фильмы или передачи доступны в интернете в любое время. Так что сегодня умение пользоваться компьютером делает жизнь гораздо удобнее. Разобраться с премудростями сложной техники теперь кандалажским пенсионерам помогают библиотеки, расположенной во Дворце культуры. Особенно их интересуют такие базы, как ОБД-мемориал «Подвиг народа», где можно найти сведения о своих погибших родственниках. Сейчас очень актуальна работа в интернет и все, что связано с электронной почтой. Мы учим наших пользователей создавать свой электронный ящик и посылать письма по электронной почте. Также учим регистрации в скайпе, чтобы можно было общаться со своими друзьями и родственниками, ну и многим другим премудростям. Пенсионеры составляют основную аудиторию этой библиотеки. Поэтому и то, что компьютерные курсы для них проводятся именно в книгохранилище, считают очень удобным. Ведь и так уже привыкли сюда ходить, да и сотрудники все знакомые. А без знаний ПК, считают сами пожилые ученики, сегодня действительно никуда. «Вся жизнь построена в компьютере, вся связь в компьютере, скайпы с детьми, с внуками. Уезжаем, купили дом, уезжаем, вот буду общаться». «Мне очень нравится, во-первых, изучать эту компьютерную грамоту, новости узнавать, много чего интересного можно узнать в компьютере, в интернете». «Для общего обозрения, чтобы хотя бы что-то понимать в этом, потому что возраст тоже солидный, поэтому надо хотя бы понять что-то. Для себя». Кроме групповых курсов, в библиотеке также планируются и индивидуальные занятия. Записаться на курсы интернет-грамотности можно по телефону в библиотеке 72488. Однако, скорее всего, в своей очереди придется подождать. Спрос среди пенсионеров НИВ-3 уже и так немаленький. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.